Здравствуйте, меня зовут Саша, вы на канале Князь, сегодня у нас не битва с замком, хотя по поводу неё мы тоже поговорим. Я хотел бы поднять тему вашего самоутверждения на фоне моей тупости и ответить на вопрос, на самом ли деле Князь настолько тупой, как вы думаете? Ха-ха, заинтриговал, да? Необычный у нас сегодня видос, хотя знаешь, у меня уже вошло в привычку, какое говно не выпускаю всё это дело называть необычным. По факту всё обычно и что самое грустное для вас неинтересно, но не суть, сегодня я уже не успеваю выпустить какие-либо видосы по битве замков, ничего страшного, мне просто захотелось с вами поговорить. У нас будет такой, знаете, разговор по душам, хотя нет, в рот шатал я разговор о душе и прочую дичь, но поговорю с вами откровенно. Хотя нет, в рот шатал я откровенность и любил всю эту честность, а ладно, не суть, любил в рот всю честность, давай, вот, чтобы вы просто сразу наверняка могли понять. Разговор у нас пойдёт, ребята, по поводу моего последнего видео, которое я выпустил, там, где я на яйце пытался выбить донатного героя, вот, и, наверное, каким-то чуди, 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 чуди. А вот, вы знаете, я даже не буду вырезать вот такие вот затупы, пускай вот так всё идёт. Вам же нравится писать в комментариях по поводу того, что князюшка у нас-то тупой, вот, и потому не буду вырезать все мои затупы, вы увидите. Да и чё уж тут греха таить, вы к ним привыкли? Вы к ним привыкли, друзья? Я всё не могу привыкнуть смотреть в объектив камеры, потому что одно дело смотреть на вебку, это, как бы, не проблема. Вот в объектив камеры смотреть проблема, смотрю, не знаю куда, страшно, ребят, напишите в комментариях, как бороться с тем, что страшно смотреть в объектив камеры. Он меня гипнотизирует, и от него начинаю ещё больше тупеть. Но не суть, переходим вообще к важной теме. Я хотел бы вам сказать о том, что у меня очень красивая задница, вот, прям, я когда на неё смотрю, глаз отвести не могу. А всё почему? Потому что за пять лет присутствия на ютубе, она у меня превратилась в железобетонную, даже, знаешь, в мраморную, церетели, понимаешь? Весь образ моей задницы, он, как бы, обязан искусству церетели. Я несу откровеннейшую дичь, и если ты ещё это не перемотал, то ты прям красавчик. И что я вам хочу сказать? Меня редко, когда, ну, бомбит от ваших комментариев. Даже если меня бомбит, то только потому, что мне это нравится. Не сказал бы, что это наиграно, но, как бы, вам нравится на это смотреть, мне нравится свою энергию вам отдавать. Это часто происходит на стримах, иногда на видосах. Почему бы, ребятушки, и не да? В реальной жизни у меня на некоторые вещи реакция совершенно другая. И, как многие из вас знают, под видосами я не удаляю комментарии, даже самые жёсткие, хейтерские и вот это прочее. И я сейчас не буду плакать и говорить о том, что я устал, и хватит быть такими злыми. Нет, ребята, я не буду об этом говорить, но, тем не менее, сегодня настал тот день, вот, когда я отреагирую на ваши комментарии отдельным видосом. Я уже была более 5 минут, но до сути не дошёл. Это, в принципе, меня возвышает над всей прагматичностью и тупостью Ютуба. Можно с умным лицом говорить абсолютнейший бред, и все такие, да, в этом парне что-то есть. Ладно, не суть. Короче, выпускал видос про яйцо. Вот, задница у меня железобетонная. Вы запомните смогли это? Запомнили. Вот, и в этом видосе я участвовал в бесплатной акции. Вот, затрату самоцветов получаешь попыточки, вот, попыточки потом обмениваешь на ништячочки. И тебя может повезти с ништячочками, а может не повезти с ништячочками. Каким образом я тратил самоцветы? Ролил героев. Мне не повезло с ништяками, которые я потом получил из акции. И из-за этого бомбил и говорил, что лучше бы я потратил всё это на созвездие. И тут, конечно же, вы могли меня неправильно понять. Вы реально могли поверить в то, что я записываю третье видео по поводу этой акции. Так и не догадался, что эти самоцветы можно тратить куда угодно, и не только на роллинг. Да, ребятушки, вы, ну, наверное, по моей ошибке, вы, как бы, подумали именно так. И сразу же в комментариях началась, ну, не то чтобы бомбалая, но целая куча людей такие, «Князь! Как ты мог? Ты мог поролить созвездие! Ой, дурачок у нас, князь! Дурачочек-то у нас он невероятный!» Но это, ладно, ещё не суть. Я понимаю, вы там многие хотели самоутвердиться на фоне меня, то, что вот я невнимательный, а вы вот внимательные, классные ребята. Это всё понятно, я вам постоянно даю такую возможность, как бы, не суть. Тем более, я сам, наверное, как-то неправильно изъяснялся, что вы могли прийти к такому выводу. Но меня больше поражают люди, которые писали там, «Князь, ты тупой! О, боже! Как можно быть таким дегенератом, чтобы не знать такой простой вещи? Князь, почему ты ещё не бомж? Как ты дожил до своих 30 лет? О, боже!» И прочее, прочее, прочее. Много оскорблений, всякой херни, даже при том, что я не удаляю никакие комментарии, я даже что-то со злости не выдержал и пару комментариев удалил. Потом, конечно, об этом пожалел, но восстановить их уже нельзя было. Ну, как бы, я просто немножко в шоке был. И, я знаете, это нисколько реакция, наверное, на какие-то хейтерские сообщения или ещё на что-то. Мне абсолютно плевать, как бы. Чем больше комментариев, даже хейтерских, это, на самом деле, лучше для ролика. Вот, смотри, вот сейчас специально возьму. Вот, я повэпил, выпью пиво за ваше здоровье. И, смотрите, уже несколько комментариев о том, что князь спивается, во-первых. Во-вторых, сразу же целая куча комментариев будет нравоучительных по поводу того, что князь курить, выпить вредно. Потом там начнутся разборки по поводу того, как правильно говорить. Курить, курить, выпить, дуть, не дуть, вдуть, не передуть, понимаете? Вот это вот всё начнётся. Вот таким вот лёгким образом я взял, забайтил людей на комментарии и на какую-то активность. Может, даже кто-нибудь дизлайк поставит, понимаете? Но, в целом, я, конечно, вот этими действиями показываю то, что это у нас такой ламповый видос для своих. Продолжаем. Пошло полное самоутверждение на фоне меня. Это видео даже записано, скорее, не для того, чтобы объяснить вам ситуацию. Ну, типа, чувачки, как бы, камон. Я там в видосе сказал, что у меня времени нету. У меня времени мало. И, как бы, какие там ролить созвездия. Конечно, для моего аккаунта созвездия было бы лучше поролить. Но даже если бы у меня было время и желание ролить созвездия, вот, я бы это сделать не мог. По той причине, что, как бы, у меня не было прокачанных героев, которым я мог бы поролить созвездия. То есть, чтобы мне поролить созвездия, мне пришлось бы прокачать трёх героев на максимум. И уже им тогда логично ролить созвездия. Вот, но даже если бы у меня были эти три героя прокачанных, у меня было бы время на то, чтобы их прокачать, я всё равно этим бы не занимался по одной простой вещи. Потому что такие видосы вам интереснее смотреть, когда там есть интрига, я роля на яйце, и потом... Добро пожаловать в нашу секту! Обратного пути нету! Я не знаю, я вырежу этот момент или нет, но кто-то сейчас оформил спонсорскую подписку. Это было невероятно громко. И огромнейшее спасибо этому человеку. Спасибо тем, кто меня поддерживает спонсорскими подписками. Вы прям, ребятушки, красавчики. Благодаря вам я ещё не умер с голоду. Но не суть. Продолжаем. Вам интереснее смотреть, когда я ролю. И даже если бы у меня была возможность поролить в созвездии, были бы прокачанные герои, я всё равно ролил бы. Понимаешь? Потому что тебе, друг мой, интереснее именно так смотреть. Тебе интересно ролинг смотреть. И тебе интересно, что я получу с этих бесплатных попыток в бесплатной акции. Только для этого. Видосы записываются в большинстве случаев для вас. Не для меня, не для дяди Пети, не для дочки, не для жены, а для вас. И иногда я всё-таки делаю какие-то определённые вещи, чтобы вам было интереснее смотреть. И из-за этого, конечно, страдает мой аккаунт. То, что вы могли подумать о том, что я не знал, что там можно куда угодно тратить самоцвет, это понятно. Меня больше удивляют люди, которые уже не первый раз замечаю. Просто у меня в комментариях все мои косяки обсуждают. И это хорошо для моего канала. Оскорбляют меня. Это тоже хорошо для моего канала. Но сейчас я просто хотел бы поговорить с вами на тему самоутверждения. Я реально огорчаюсь того факта, что мой канал смотрит огромнейшее количество несчастных людей. Огромнейшее количество людей начали писать по поводу того, что я тупой, что я никчёмный, что божечки, как ты мог. Ай-яй-яй. И ясен пить, что они вот на фоне меня пытаются самоутвердиться. И, ребят, ну не надо так. Ну, это реально глупо. Почему вам нужен всегда человек, на фоне которого вы выглядели бы более лучшим, не знаю, умным, красивым, отвязным, более богатым, и так далее. Зачем вам всё это надо? Вот реально не пойму. Вы, ребята, прекращайте. Вот понимаете, как бы вам объяснить. Когда мне человек пишет о том, что, князь, ты тупой, что ты там творишь, о боже, как тебя смотрят люди, я сижу такой и улыбаюсь, думаю, тупой я, творю херню я, но ты меня смотришь, пишешь у меня в комментариях, тратишь на это время о том, чтобы сказать, что я тупой. Вопрос, кто тупой? Или, как бы, зачем ты тупого смотришь? Может быть, с тобой всё-таки в первую очередь что-то не так, если ты смотришь тупого дегенерата вроде меня. Понимаешь? А по поводу самоутверждения, ну, ребят, вот реально, сколько комментариев не смотрю, очень много таких людей. Реально, конкретно несчастных. Мне вас реально жалко. Что я вам могу посоветовать? Любите себя такими, какие вы есть. Пытайтесь как-то развиваться, а не на фоне кого-то самоутверждаться. Понимаете? Даже несмотря на то, что у меня неправильный прикус, у меня жёлтые зубы, кривые зубы, у меня как бы, ну да, неправильный прикус, я вам уже говорил. У меня проблемы со спиной, у меня искривление позвоночника. Я не самый красивый парень на этом свете, мягко скажем. Вот. У меня писка не 30 сантиметров, мягко скажем, да, не 30, даже там не 25, да, как бы, лопоухие уши. Вот. У меня есть живот, давай, вот чтоб вам не врать, вот чтоб вам не врать, покажу, у меня есть пузо. Во мне, во мне лишних, подождите, я должен весить где-то 90, 94 килограмма, рост метра 94, а вес сейчас где-то 107, 110 килограмм, у меня около 15 лишних килограмм, и они все сосредоточены в одной точке, понимаете, в моём животе. Знаете, сколько во мне косяков? У меня среднее специальное образование, у меня нету высшего образования. Я, на самом деле, никогда не работал на какой-то высокоинтеллектуальной работе, вот, и, как бы вам объяснить, наверное, я не самый умный на этом свете, вот, определённо, но при всех этих косяках, тихо, я забыл сказать, я ещё грызу ногти. Вот, у меня есть такая привычка, я от этого это ужасно, никому не пожелаю на этом свете. Вот я сейчас сделал камин-аут, понимаете, мне легче признаться в том, что я гомосексуал, чем в том, что я грызу ногти, понимаете, я зачастую грызу ногти, у меня от этого проблемы, мне за ними нужно больше за этого следить и иногда ходить на маникюр. Представьте, такой бородатый мужик, такой брутальный, весит 110 килограмм, 2 метра роста заходит такой в салон красоты и говорит, сделайте мне, пожалуйста, маникюр. Понимаете, и как бы да, из-за того, что грызешь ногти, у тебя потом много проблем, тебе надо ходить к специальной тёлке, которая тебе будет вот все твои косяки, которые ты своими зубами надел, она будет их справлять, понимаете, и при всех моих косяках, которые у меня есть, я всё равно себя люблю и я не ищу повода и какой-то нужды на фоне кого-то самоутверждаться. Я, мягко скажем, не самый богатый человек, у меня нету своей квартиры, у меня нету откопленных денег, я живу от зарплаты до зарплаты, как и многие, вот не получается у меня копить деньги, у меня не получается их тратить правильно, да, то есть я всегда трачу деньги на какую-то фигню, зачастую, это мой косяк, и при всём при этом как бы, ну я люблю себя, ну я такой садрю, я подхожу каждое утро к холодному зеркалу самой критичности и говорю, князюшка, сашулечка, да-да, ты, жукавсказ, ты офигенен, понимаешь, ты офигенен, и вот вам советую, вот кто часто, даже не обязательно на моём канале, а вот просто сидит такой в комментариях, о боже, какой он дегенерат, ну реально, со стороны, по многим из вас, кто постоянно кого-то оскорбляет в интернете, ну видно, вы пытаетесь самоутвердиться, у вас какие-то реальные проблемы не знаю в жизни, у вас чего-то не хватает, вы очень несчастны, и не, ну, я не знаю, я не говорю, что надо быть жирным, там, типа, позитив, небритые подмышки, как это херь называется у феминисток, типа, жри, не худей, твори, что хочешь там, вот, если ты женщина, отращивай бороду, всё хорошо, нет, то есть, ну, за собой надо следить, вот, и как бы надо заниматься, я вот пытаюсь себя заставить ходить постоянно в тренажёрный зал, потому что у меня сидячая работа, и как бы я пытаюсь сбросить вес, заниматься, но, как бы, это не означает, что я себя ненавижу, когда я стану более красивым, когда у меня вместо одного большого кубика будет хотя бы два поменьше кубика на животе, то я себя буду любить ещё больше, понимаешь, потому, друзья, давайте к этим всем вещам относиться более позитивно, если вы досмотрели это видео до конца, то вы немножечко так с пиздунцой, вот, не знаю, в хорошем смысле этого слова или в плохом смысле этого слова, видео у нас долгое, выходит ночью, потом я пойду стримить, но вот мне просто с вами захотелось поговорить, я не буду говорить, мы с вами поговорили по душам, я раскрыл вам своё сердце, ставьте мне лайк, нет, хер, мне просто захотелось побазарить, ёпта, ёпта, захотелось побазарить, и если, и если YouTube не снимет мне монетизацию с этого видео, я вам скажу больше, я ещё сюда навпихаю столько реклам, сколько вы ещё не видели ни на каком на канале, через каждые 5 секунд, сука, будет реклама, и вам никакой это блог не поможет, я хочу заработать свои честные 2 евро с этого видоса, и мне никто не сможет поменять, кроме YouTube, отключив монетизацию, ладненько, друзья, вам пожелаю огромнейшей удачи, спасибо за просмотр, и всем пока, вот такой подкаст у нас вышел, надо уже оживлять второй канал с подкастами, вот, и балаболить там, вот, даже вот не парился, в автонастройке камеры плевать, что, а вообще на всё плевать, пока!